Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Планируется реконструкция армянской церкви Святого Георга в Себастье, антиправительственные протесты в Ване, Мардини и Тигранакерте, в Джавахке заканчивается сезон Синокос, В Сирии джихадисты покидают стратегический город Хан-Шейхун. Президенты России и Франции обсудили Нагорно-Карабахский конфликт. Трамп выступает за возвращение России в Джей-8. Гутан-2019 посвящен 150-летию Кумитаса в Ортопеде. Начаты работы по восстановлению армянской церкви Святого Георга в Себастье и Западной Армении. Об этом сообщает турецкое информагентство ИХЛА. Согласно источнику, эта церковь предположительно построена в XIX веке, в настоящее время находится на территории 5-й военной пехотной бригады. Решение о восстановлении было принято в 2016 году. В Ване, Тигранакерте и Мардини сотни людей вышли на улицы утром против решения, продиктованного Анкарой, которое вынудило правительство Эрдогана уволить мэров, избранных более пяти месяцев назад, и вместо этого назначить своих предпочтительных кандидатов. Уволенные мэры представляют Прокуртскую народно-демократическую партию, вторую по величине оппозиционную силу в Национальном собрании Турции. Официальная Анкара настаивает на том, что они вступили в рабочую партию Курдистана, которая считается террористической группировкой в Турции и на Западе. Прокуртская партия категорически отрицает обвинения и настаивает на том, что администрация Эрдогана оказывает давление под прикрытием борьбы с терроризмом, чтобы заставить замолчать оппозицию. В Ахал-Киалакском муниципалитете Джавахки заканчивается сезон сенокоса и идет сбор урожая зерновых. Земледельцы жалуются, что из-за погоды урожай зерновых в этом году вдвое меньше, чем в прошлом году. По сравнению с прошлым годом урожай на зерновых ниже среднего. По сравнению с прошлым годом пшеницу и ячмень получили вдвое меньше. В прошлом году была благоприятная погода для зерновых, а в этом наоборот. Из-за плохой погоды получили плохой урожай, говорит житель села Чамдура-Вороздат. Вороздат берет в аренду земли села Куликам и за аренду платит зерном. Продает то, что остается, а в условиях низкой урожайности он боится, что на продажу ничего не остается. Земледельцы говорят, что причиной низкого урожая зерновых является весенний град. Хан Шейхун находился под контролем боевиков пять лет. Этот город в провинции Длиб стоит на дороге, связывающей Дамаск и Алеппо. После наступления предпринятого сирийской армией джихадисты и повстанческие группировки покидают стратегически важный город Хан Шейхун в провинции Длиб. Боевики в ночь на вторник 20 августа начали отходить из Хан Шейхуна и прилегающих районов соседней провинции Хама, сообщила оппозиционная группировка сирийских наблюдательных совет по правам человека. В сообщении отмечается, что после ухода джихадистов и повстанцев территория вокруг турецкого наблюдательного пункта к югу от Хан Шейхуна находится под полным контролем войск сирийского президента Башара Асада. Только накануне сирийская и российская авиации нанесли удары по турецкой военной колонне, которая, судя по всему, направлялась в Хан Шейхун. Хан Шейхун на протяжении пяти лет, находившийся под контролем боевиков, стоит на одной из главных транспортных магистралей в провинции Идлиб, в последнем бастионе джихадистов и повстанцев Сирии. Эта магистраль связывает столицу Сирии – Дамаск и Алеппо. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе встречи в форте Бревенсен обсудили региональные конфликты, в том числе Карабахский конфликт. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры были насыщенными, конструктивными и доверительными. Затрагивались многие региональные конфликты. Балкан и Карабах достаточно серьезно говорили по климату. Много про освоение Арктики в этом французские компании принимают участие, уточнил он. Трамп заявил во время переговора с президентом Румынии в Белом доме. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что он определенно может поддержать возвращение России в состав Большой Семерки – международного клуба лидеров наиболее влиятельных государств мира. Думаю, присутствие России в G8 было бы более уместно, сказал Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме. По его словам, Обама изгнал Путина из состава группы, потому что Путин его перехитрил. Президент добавил, что группа должна стать Большой Восьмеркой, потому что многие вопросы, которые мы там обсуждаем, имеют отношение к России Большой Восьмерки, цитирует Трамп агентство Reuters. Россию отстранили из старого формата G8, самых развитых и влиятельных стран мира в 2014 году после аннексии Крыма. По инициативе Армянского национального культурного центра 23 августа в 19 часов в саду «Скульптур Гэфэшчан» в шестой раз состоится традиционный фестиваль песни танца «Гутан». В фестивале принимают участие лучшие группы, представляющие национальную песню и танец. На фестивале представлены традиционные песни и танцы, представляющие различные регионы и провинции Армении, от Килийки до Арцаха. Основатель фестиваля, заслуженный артист Республики Армения Арсен Григорян проводит фестиваль с 2014 года. И за этот короткий период сумел сделать фестиваль любимым и ожидаемым. Цель Гутана – сохранить и распространить традиционные армянские песни и танцы, сделать их более узнаваемыми для молодого поколения, говорит Арсен Григорян. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию комитасы Харьяк Шаугачан. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok